Так, а тем временем мы переходим... Так, чего вы? Последний что ли, да? Последний участник? Походу, да. Получается, что так? Привет, представься. Привет, меня зовут Женя. А я откуда ты? Из Саратова. Из Саратова. Очень приятно. А ты кто? Я? Да. Я бармен из Магадана. Скажи, пожалуйста, у меня тут написано, что ты работаешь заместителем директора музыкальной школы. Это удивительно. Это завхоз. А, я понял. Окей, хорошо. То есть к музыке ты никакого отношения не имеешь. Можешь уронить типа швабру случайно и будет музыкально. Может быть, это будет в ритм, да. Я понял, да. Хорошо, слушай, ну я надеюсь, что ты классно проведешь время на сцене. Я надеюсь, что классно проведет время народ в зале. И этого тебе и желаю. Дима, объявляй. Это есть такая фраза, типа кое-где придется подумать. Вот серьезно, мне кажется, этот человек ничего простого сейчас на сцене выдать не сможет. И я уверен, что это будет интересно. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Евгений Зитев, Саратов, встретим громко и шумно. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. АПЛОДИСМЕНТЫ Такой, знаете, маленький городок, в котором ты устраиваешься работать в Евросети, а вместо тебя берут сына мэра. АПЛОДИСМЕНТЫ Такой, знаете, маленький городок, в котором градообразующее предприятие — это квест-рум. А похлопайте, пожалуйста, у кого хоть раз был эффект дежавю. АПЛОДИСМЕНТЫ Просто уточнил. Меня называют не шибко романтичным человеком. Это, наверное, заслужено. Просто максимум романтики, на которую я способен, — это найти магазин, который называется именем «Как у девушки». Сфотографировать вывеску. Отправить этой девушке со словами «Шел мимо». Вспомнил про тебя. Это работает. Это работает. Но не всегда. Не всегда девушку зовут Магнит. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я выступаю со своими шутками, а не ворую из западного стендапа, как некоторые. Недавно мой друг Стивен подходит ко мне. Подходит ко мне и говорит, «Гарри, а ты слышал, что человек использует только 10% своего мозга?» Я подумал, серьезно, только 10%? То есть Бог создает человека, открывает ему голову и говорит, «Вот в этой щепотке будет находиться весь твой характер, мечты и желания. А это наполнитель». И я считаю правильно, правильно, если бы наша голова состояла из вот этих вот 10%, это была очень сильно маленькая голова. Как теннисный мячик. Ты идешь, тебя хватает собака, тащит куда-то, зарывает. Неудобно. Я думаю, что Бог изначально создавал нас с маленькими головами, но из-за собак пришлось доработать. А похлопайте, пожалуйста, у кого хоть раз был эффект дежавю. Просто уточнил, просто уточнил. Вот. В каждом доме есть странный сосед. В нашем доме этот странный сосед я. Просто это началось еще с детства. Я вот был очень упрямым мальчиком. Я был таким упрямым мальчиком, что во дворе с пацанами мы играли в казаки-разбойники Бэтмен. Камень, ножницы, бумага, Бэтмен. На золотом крыльце... Не-не-не, это не смертно с наступлением, извините. У меня татуировка Бэтмена на всю спину, на самом деле. Если что, я просто поэтому... А у меня, блядь, конец шутки еще был. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошлое уже не вернуть, но давайте. Ну давайте попробуем. Нет, нет, нет. Нет, конечно. Дальше. У меня есть версия, что в русском языке есть два самых обидных слова. Это слово «даже» и слово «хотя». Сейчас я попытаюсь объяснить, чтобы даже вы поняли. Хотя, ладно, не буду. А если кто-то после этой шутки подумал себе, «Господи, немного о религии». Я сам атеист, но каждую пасху подрабатываю в пекарне. Если вам когда-нибудь попадется пасхальный кулич с буквами «ХЗ», это я. В детстве мама очень сильно не любила, когда я долго сидел в компьютере. Она всегда подходила ко мне и говорила, «Женя, что ты сидишь в своем компьютере?» шёл бы и побегал, воздухом подышал. В какой-то момент я не выдержал и сказал «Мама, у меня плохая память на имена, поэтому я обращаюсь к ней – мама. Мама, я прекрасно тебя понимаю, но согласись, ты так делаешь только потому, что в своё время твои родители подходили к тебе и говорили, что ты сидишь в своём телевизоре, шла бы и побегала, воздухом подышала. А их родители подходили и говорили, что ты сидишь в своём радио, шла бы и побегала, воздухом подышала. А их родители подходили и говорили, что ты сидишь пялишься в свои рыцарские турниры. Шла бы побегала, воздухом подышала. А их родители подходили и говорили, что ты сидишь со своим огнем и каменными орудиями труда. Шла бы побегала, воздухом подышала. А их родители подходили и говорили, ебать у тебя маленькая голова. У меня просто складывается впечатление, что за два с половиной миллиарда лет ни один ребенок не бегал и не дышал воздухом. У меня все, оставлю вас с этой мыслью. Спасибо. Евгений Зитев. У меня, кстати, с дежавю, да, Саратов, Евгений. Чуть больше, окей, растительности, но тем не менее. Это было круто! Круто, прям круто! Но я вообще ничего не решаю. Я даже не решаю, в каком костюме вести, вы понимаете? На меня не обращать внимания. Вася. Это заметно. Если честно, меня просто не покидало все время ощущение, что ты выступаешь против ветра. Не, на самом деле, очень круто. Я просто хочу сказать, что за все пять уже, да, стримов? Пять. За все пять стримов, стримов, не знаю, наших выпусков не было ни одного выступления, которое вызвало столько положительных комментариев. Просто, ну, офигенно. Например, погоди. Да, и мне понравилось то, что нас смотрят так же и вот аудитория, действительно, Яна пришла. То есть такая образованная, например, у Кубрика бы кастинг прошел. Знаешь, такие комментарии? Чувак из «Молчания ягня». А, яг... Там действительно умные комментарии. А я думаю, что меня смущает? Я отвечаю, я не догадался. А ты, помнишь, поджимал письку и танцевал перед зеркалом? А, вот этот чувак? А я думал, тот, который отличный дух. Нет, не Хопкинс, нет. Нет, нет, нет. Поджимать письку и танцевать перед зеркалом. Вась, еще дей что-нибудь? Ну, уйма на самом деле. А, я просто, видишь, не всегда в курсе, кто такой Сэм из сверхъестественного, но сказали, что это ты, если бы Сэм не охотился. Кто-то понимает этот юмор? Я, скорее, собиратель. Я вообще потерял нить. А, Леонид Кулаков пишет «Привет». Привет! Привет, Леонид Кулаков. Леонид Кулаков. Леня ждет финал. А Леня уверенно второе место, да? Нет, Леня... Поджалось, да, у тебя-то что-то? Леня, да, у него поджалось, видимо, потому что... Леня, Леня, это мой подписчик. Да? Да. Ну вот, видишь. Я пойду, наверное, там... Погоди, 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 Женя. Надо же понять, вообще понравилось или не понравилось. Короче, Женя, удачи. Леша Большов, лайк-дизлайк, давай, говори. Слушайте, по-моему, это было первое выступление, которое можно назвать чисто классическим охранительным стендапом. Каким? Классическим охранительным стендапом. Я это выступление... Ты знаешь, если у тебя получится выиграть, я бы все, приложу все усилия, чтобы ты вот такой же стендап привез в Лондон и рассказал его там. Поэтому мой ответ лайк. Круто. Круто. Я прекрасно понимаю, что по правилам нашего проекта у нас все-таки в каждом полуфинале есть два раунда с домашней заготовкой в виде стендап-истории и импровизации. Вкупе все будет решаться. Но это действительно был крутой стендап, который ничего тебе еще не гарантирует. Ян Топлис, за или против? Слушайте, я, короче, смотрю на тебя такой вначале и думаю, я тебе сейчас дизлайк въебу, потому что, ну, невозможно. Сначала скучно было, я подумал, я не могу раскусить твой образ и все такое, и кому-то я должен. Ну, что за гость, да? Пришел, все лайки-то поставил и ушел. А потом я понял, что, я не знаю, нахрен вы меня позвали. У вас здесь действительно... А ты же, погоди, я, ты же ни одного дизлайка не поставил, да, еще? Да, все понарастающе. То есть... А, неважно. Сначала хотел, потом подумал, не буду. Потом начал ржать, как сучка, начал смеяться. Потом ты подстебал меня жестко с моей татуировкой. Нет, нет, а с тем, что ты перебил его выступление, он тебе... Да, да, да. Не надо рассказывать про татуировки. В общем, у тебя... Я не знаю, как... Мы бы, скорее всего, мы бы не смогли стать друзьями, потому что ты очень странный парень. Вот. А ты? Не, он нормальный, я смотрел. Ты мне понравился, вот, лайк. Е-е-е-е! Два, два. Вася, ну а теперь перейдем к самой заветной цифре. Ты говоришь, что много положительных комментариев, но это же не гарантия того, что это такой рекорд. Вообще, на самом деле, этот чувак, этот чувак очень сильный, вот серьезно. Вот он очень сильный. Но не визуально, да? Он сначала, он сначала думает, ты думаешь, что за дерьмо какое-то, а потом думаешь, блядь, вот она, вот она история. Вот это дерьмо! Да, вот. Да, хорошо, Вася, процент назови, который за. Да, я еще немножко отвлекусь, потому что в комментариях пишут, ну, чтобы я доказывал, что это прямой эфир, что просит показать сердечко, и я так уж и быть покажу сердечко, но в том числе и тебе, потому что 71% за тебя. Три лайка из трех возможных. Женя Калинкин, ты порвал вечер, бей в рынду, Женька. Поздравляем, ждем за баром. Евгений Зидев, Саратов, красавчик. Евгений Зидев, Саратов, красавчик.